Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до 4 градусов. Ветер западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 17. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспозиция приурочена к 80-летию областного центра народного творчества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельчане могут узнать интересные научные факты о паукообразных и поближе рассмотреть этих обитателей Земли. В Гомеле открылась выставка «Удивительный мир пауков. Пауки-гиганты». Такое количество разных видов пауков в картины галереи Гавриила Ващенко обосновалось впервые. К слову, все экспонаты от карликовых до гигантов живые. Не пропустите шанс увидеть их. Выставка продлится до 29 февраля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее истории города Гомеля открылась выставка по странам и континентам. На ней работают участников секции фото-тревел-клаб Белорусского общественного объединения фотографов. Гомельчане могут познакомиться со своеобразным визуальным рассказом путешественников-фотографов о мире. Посетители выставки увидят фото, сделанные в Исландии, Индии, Италии, и Монголии, и других странах мира. В стенах Центральной городской библиотеки имени Герцена открыта экспозиция «Город, восставший из руин». Это выставка фотографий послевоенного Гомеля. Посетители библиотеки могут познакомиться с видами Гомеля, сделанными в 50-е годы. На выставке представлена часть работ из фотоархива коллекционера и фотографа-любителя Александра Веснина. Часть работ принадлежит коллекционеру Игорю Штермеру. На выставке интересно увидеть не только изменения послевоенного города, но и сравнить его с нынешним обликом. Сделать это можно до 5 февраля. Вход свободный. 23 января в областной библиотеке будет открыта выставка минской поэтессы и художника-иллюстратора Натальи Олейниковой. В рамках проекта «В светлицах Полесья» будут представлены живописные графические произведения и стихи автора, которые пишут на белорусском и русском языках. Книги с авторскими иллюстрациями «Ожитивляюся тобою» и «Мысли вслух» посвящены малой родине, а для Натальи это полесские просторы Гомельщины. В музее автографа продолжает работу художественная выставка под названием «Воспоминания о лете». На ней графика Дарьи Чубрик и роспись по ткани Александры Звягиной. Внимание у посетителей библиотеки имени Герцена художницы представили работы, на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи. Желающих познакомиться с воспоминаниями о лете ждут в музее автографа до 26 февраля. Вход свободный. В картины галереи Ващенко открылась выставка работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович. Автор выставочного проекта «Аберрации света» – один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. К следующим новостям. 25 и 26 января в областном центре пройдет хакатон, сфокусированный на социальной проблематике. Марафон программирования проведут на базе Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Его участниками станут представители IT-компании и студенты. В течение двух дней им предстоит генерировать идеи по шести направлениям. В частности, команды будут работать над проектами, которые связаны с безопасностью детей на дорогах, созданием карты безбарьерной среды для инвалидов. Такой марафон призван оказать помощь при внедрении ряда социальных нововведений в регионе. Гомельских любителей музыки ждет новая программа под названием «Вальсы, танго и фокстрот». Это программа камерного оркестра с участием Елены Гостинской и заслуженного любительского ансамбля танца «Апельсин плюс». Музыканты камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова передадут разнообразие форм и жанров, тонкость эмоциональных нюансов. Зрители услышат музыку, которая не теряет своей яркости. Музыкальные пьесы будут украшены танцевальными миниатюрами в ритмах вальса, танго и фокстрота. 24 января в городском центре культуры Гомельчан ждет богатая и разнообразная программа. Начало в 18.30. Не пропустите. Артисты оркестра имени Василевского снова порадуют поклонников рока. Для них готовится очередной музыкальный подарок. 29 февраля в рамках программы «Инрок стайл» прозвучат хиты, проверенные временем. Усилить впечатление зрителей помогут световые инсталляции и красочный видеоряд. Песни, которые прозвучат в этот день со сцены, многие знают наизусть. Поэтому вполне вероятно, что зрительный зал и солисты станут единым поющим хором. Место встречи – общественно-культурный центр. 8 февраля в Гомеле будет проходить второй открытый международный фольклорный фестиваль-конкурс «Промень». Он будет включать конкурсные выступления и гала-концерт с награждением победителей. К участию приглашаются не только профессионалы, но и любители. В состав жюри войдут известные артисты, педагоги, режиссеры, руководители коллективов, деятели культуры и искусств. Им и предстоит определить лучших исполнителей фольклора. Обладателю гран-при достанется сертификат на участие в одном из концертов гомельского фолк-проекта «Ягорова гора» и ценный приз – портативная аудиосистема. Заявки на участие принимаются до 1 февраля. Узнать подробную информацию о мероприятии можно на его официальной странице в социальной сети ВКонтакте. К другим интересным новостям. Почти 2500 долларов за 8 штук. В список самых дорогих блюд мира попали пельмени синего цвета. Полакомиться ими предлагает один из ресторанов Нью-Йорка. За одну порцию из 8 пельменей придется отдать 2400 долларов. Дороговато, не правда ли? Ладно бы они были покрыты, например, съедобным золотом. Но нет, в тесто завернута начинка из свиного и говяжьего фарша и мяса лосося. А синий-зеленый цвет самым дорогим пельменям в мире придает наличие в начинке светящегося анчоуса. Конечно, рыба эта дорогая, но не на такую сумму денег. Однако, как говорится, есть спрос, есть предложение. Британский королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь группы Queen. И теперь королева размещена с обеих сторон монеты. На одной стороне изображение королевы Елизаветы II, а на другой Queen, что в переводе означает королева. На монете также логотип группы и легендарные инструменты музыкантов. Памятная монета стала первой в коллекции легенды музыки. Новая серия призвана отдать дань уважения группам и артистам, чей стиль стал определяющим в прошедшее десятилетие. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, хочу пожелать вам продуктивного рабочего дня. До новых встреч!